Что такое техническое обслуживание и ремонт системы питания? Давайте разберём сегодняшнюю тему. И всем привет! Как всегда. Итак, начнём же. Значит, как всегда, тема будет лекционного характера, как, в принципе, и мои предыдущие видео. Значит, сразу хочу сказать то, что теорий будет достаточно много. Скажем так, максимально разберём всевозможные нюансы. То есть, я хочу сказать то, что то, что я буду зачитать, это основано больше, скажем так, на опыте людей, которые занимались. И, соответственно, я выписал те основные моменты, которые когда-то конспектировал. Основные неисправности приборов, системы, питания, карбюраторного двигателя. Да, забыл уточнить, то, что я буду больше всего рассмотреть на основе карбюратора, неже инжектора. Посмотрите, что такое инжектор и карбюратор. От карбюратора инжектор отличается тем, что там, скажем так, участвует ЭБУ, электронный блок управления. В случае с карбюратором есть участие человека, а в случае инжектора нет участия человека. Значит, перейдём к основной же сути. К основной неисправности следует отнести 1. Прекращение подачи топлива к карбюратору. 2. Образование слишком бедной или богатой смеси. 3. Подтекание топлива. 4. Затруднённый пуск холодного или горячего двигателя. В скобках ДВС. 5. Неустойчивая работа ДВС на холостых оборотах. 6. Перебои ДВС на всех режимах. 7. Повышенный расход топлива. Что ж, рассмотрим каждый пункт поподробнее. Значит, первое. Прекращение подачи топлива является следствием. 1. Засорение трубопровода или сече фильтра. 2. Неисправность топливного насоса. 3. Загрязнение фильтра тонкой очистки. Поиски причин данной неисправности рекомендуются в следующий порядке. 1. Отсоединяем трубопровод от карбюратора и опускаем в какую-нибудь ёмкость. Рычагом ручного насоса или стартера осуществляем подкачку топлива. Если при этом наблюдается струя топлива с напором без воздуха, это свидетельствует об исправности топливного насоса. Необходимо разобрать и промыть сетчатый фильтр впускного патрубка карбюратора. При слабом напоре или его отсутствии, неисправный топливный насос или забитый трубопровод, соединяющий насос с баком. В этом случае отсоединяем трубопровод от тонкой очистки и, используя коническую насадку, продуваем его сжатым воздухом. Следующий пункт. Значит, образование слишком бедной смеси может наблюдаться из-за следующих причин. 1. Недостаточная подача топлива в карбюратор. 2. Сосорение топливных жиклеров, если двигатель глохнет при переходе с малых на высокие обороты. 3. Подсос воздуха. 4. Западание клапана или поплавка в нижнем положении. Признаки данной неисправности – клапки в карбюраторе, перегрев двигателя и значительное падение мощности. Определить и устранить перечень неисправности рекомендуется в следующем порядке. Проверить подачу топлива к карбюратору при нормальной подаче необходимо проверить, нет ли подсоса воздуха. Для этого при рабочем двигателе закрывают воздушную заслонку и включают зажигание. 4. Негерметичные места обнаруживаются по наличии мокрых пятен. 5. При отсутствии подсоса воздуха топлива в поплавковой камере нужно отрегулировать его. 6. Жиклеры продуваются сжатым воздухом. 7. Образование слишком богатой смеси. Сопровождается черным дымом и выстрелом из глушителя. 8. Происходит значительная потеря мощности двигателя и его перегрев. 9. Повышенный расход топлива, попадание масла в бензин и повышенное нагарообразование в камере сгорания. 10. В образовании богатой смеси, повышенного уровня топлива в топливной камере. 11. Негерметичность запорного клапана, неплотное открытие воздушной заслонки, нарушение диафрагмы, экономайзера. 11. Выработка отверстий топливных жиклеров. 12. Проверка и устранение данной неисправности следует начать с снятия крышки карбюратора. 13. Затем необходимо отрегулировать уровень топлива и проверить клапан на герметичность. 14. Для этого поплавковую камеру поворачивают вверх к подводному штуцеру, подсоединяют грушу, сдавливая в ней, создавая в ней разрежение. 14. Если в течение 30 секунд ее форма груши не изменится, это будет свидетельствовать о том, что запорный клапан герметичен. 15. Положение воздушной заслонки изменяет тяги или трос жиклера с выработанным отверстием меняют на новые. 16. Подтекание топлива может наблюдаться из-за следующих причин. 17. Неплотное соединение спускной пробки бака, неплотное соединение топливопровода со штуцерами, а также наличие в них трещин. 18. Затрудненный пуск горячего двигателя может быть из-за неплотного открытия воздушной заслонки. 18. Перелив топлива, засорение топливных жиклеров холостого хода. 18. Затрудненный пуск холодного двигателя может быть из-за следующих причин. 19. Отсутствие подачи топлива и неиспуск карбюратора или его разрегулировка. 19. По сути это все, что я хотел вам сочесть. 20. Я надеюсь моя информация была интересна и актуальна. 20. Кому-то из учащихся техников и институтов я смог помочь. 20. Вообще хочу напомнить то, что я это делал как для себя, свой туториал, свою памятку, свой дневник, свою тетрадку. 21. Как хотите, назовите, подбирай синонимы. 21. По сути это все, что я хотел вам сегодня рассказать. 21. Помните, дальше будет только интересней. 21. Всем удачи! 21. Удачи! 26. Удачи!